Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В недавнем эфире показали приход новенького Антона Батракова. Парню 21 год, он сирота из Чебоксар. В 14 лет его усыновили американцы, но отношения с новой семьей у Антона не сложились и в 18 лет он вернулся на родину. Антон публикует фотографии с Поляной. Марина Африкантова поспорила с Андреем Чуевым. Мы поспорили с Андреем на романтик, что за один день я потеряю 3 килограмма. Он мне говорит, что это нереально. Но я раньше перед модельными кастингами всегда так делала. Не ела один день и лишнего веса как не бывало. Майя Донцова флиртует с Ваней Заря. Ваня пишет, играть в правда или действие, по ночам у нас уже стало традицией. Дело даже доходит до автографов на груди. Лера Фрост и Сергей Захарьяш проводят вместе время. Они отдохнули в спа-салоне. Ребята счастливы. В видеотрансляции Лера рассказала о своем прошлом. Сколько я живу публичной жизнью, столько меня и преследуют непонятные темы с экскортом. Сейчас этот вопрос подняла Полыгалова. Я скажу вам одно. Это Лиза танцевала перед турецким дядей, который называл ее русской киской. А моя совесть чиста. Лиза Полыгалова решила сделать себе большую татуировку на всю руку. Она просит откликнуться хороших мастеров. Даша Пензер публикует новые фотографии. Она пробует разные образы. Вот некоторые комментарии зрителей. Я уже перестала их различать. То ли Варвина, то ли перекрашенная в блондинку Лисова, то ли Камирен. Они все на одно лицо. Ольга Бузова выложила скриншот нового паспорта. Она вернула свою девичью фамилию и начала жизнь с чистого листа. В последних сериях «Дома-2» Саше Харитоновой пришлось пережить немало унижений и колких слов в свой адрес. Ее бывший возлюбленный Сергей Кучеров назвал девушку асексуальной, отталкивающей и наигранной. В ответ на ее нападки Сергей признался, что волшебство с Сашей не удалось только лишь по ее вине. Он сказал, что на Саше у него банально не встает. В недавнем эфире бывшая девушка Вани Барзикова Ирина Пинчук прокомментировала его нынешние отношения. Она сказала, что Барзиков очень зависит от проекта «Дом-2». Ему без разницы с кем быть, главное создать видимость построения отношений. Если бы на «Доме-2» была участница что-то типа Николая Должанского только в женском обличии, то Ваня и с ней бы построила отношения, лишь бы не оказаться за воротами. В одном из последних эфиров Марина Африкантова, зайдя в спальню Кузина, заметила, какой у них красивый плед. На что Женя с гордостью ответил ей, что это Саша из самолета подтянула. То есть Артемова продолжает систематически заниматься воровством. Она уже рассказывала, как в детстве воровала у детей конфеты, лазила по чужим тумбочкам. Затем она была поймана Черкасовым за руку с поличным. Также зрители помнят, как Саша воровала фурнитуру Оли Рапунцель для свадебного платья, а затем подбросила за стиральную машинку. А теперь вот выяснилось, что она еще крадет и пледы из самолетов. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.